Уважаемый депутат, уважаемый депутат, я бы хотел всех вас обратить внимание на этот проект решения. Я бы хотел, чтобы вы все посмотрели на те сцены, по которым мы сегодня продаем нашество коммунальное средство. Здесь цена колеблется от 23 гривен, это меньше 3 долларов. За 4 долларов за квадратный метр. Вы скажите мне, сегодня порт не КТР. Это что, бедное предприятие? Или вы не знаете, кто туда пришел? Новый собственник? Или сегодня мы согласились на то, чтобы они покупали по 34 или 36 гривен гектара из бюлли? Давайте придем домой и скажем свое дело. Ты знаешь, я сегодня землю твою продал по 3 доллара за метр, гектара. Может нам надо дойти, пригласить, услышать их мнение? По той простой причине, что мы с вами не получили землю в наследство от наших предков. Мы одолжили ее у наших детей. Я прошу вас задуматься над этим. Потому что сегодня принимаем это решение одним маком. Вы решаете в дальнейшем их право на владение этой земли. Сегодня мы продаем землю по 34 гривен Херсонское шоссе и простой пирог. Скажите мне, пожалуйста, это лучшее место в городе. Имеем мы с вами моральное право продавать по такой низкой цене? Да, наверное, в связи с нашим бюджетом, может быть, нужно продавать. Но продавать это в крайнем случае и подключить минимум в 10 раз дороже, чем здесь предложенные стыдки. Поэтому я предлагаю не голосовать за приключения, рекомендовать всем заявителям, поднять цену минимум в 5-7 раз, пересмотреть земельные комиссии, которые иногда в срочном порядке собираются, чтобы продать землю за 20 гривен. Задумайтесь, пожалуйста, над этим. И я прошу вас, может быть, это понедленно я же понимаю, что это не пройдет, но, по крайней мере, после голосования, пусть лидер каждый враг в микрофон скажет, сколько каждый враг дал голосов за это проектное решение. Для того, чтобы наши дети потом когда-нибудь узнали, кто и как голосовал. Спасибо. Гарантия не какая, следующее. Мы готовы на день 31-38 гривен в течение недели оплатить этот счет. Поэтому не нужно говорить, что земельная комиссия плохая. Сегодня мы все сделаем, чтобы 6-й, ограниченно, 30 гривен, попало козьмой нашей общины. В прошлой инстагенции земли Николаевского морского торгового порта, там были участки, которые покупались, мы, ботальянцами, другими иностранными компаниями, оценивались и продавались в совластях 40 гривен. И было это 3 года или 4 года назад. Сегодня мы, равноценные земли порта, портовые мощности, опрос Николайевский, к общему свете, межопрос, что вот составил порядка 360 миллионов гривен. Мы продаем открытым гривен, при этом, в общем-то, пытаемся вызвать симпатии у жителей, что на 600 тысяч больше получим город. На 600 тысяч при раздверии тех участков, которые продаются, это просто шик, можно получить несколько дополнительных миллионов. Ставлено, пожалуйста, молодец, и ставлено на все. Я забыл, вот там же не только порт Николайевский, в этом проекте решения есть изделие участок, я так понимаю, это, насколько я понимаю, это был решение, правильно ли? Херклассовское шансе и Мир, или тем? Мир, это спектаклярность. Это сегодня выкупает землю великое решение, скажите, у меня кто-то представитель смелительного тайна, или кто будет с этого? Так, он называется, кто-то решение вешает в кишине на проспекте Мира и человеку, человеку, на прошлую квартиру. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...